доброе утро мы сегодня уезжаем нам на завтрак прогнозируют просто дикий апокалипсис снег до 50 сантиметров вот поэтому я немножко напросилась сашей он едет по своим делам я хочу попасть магазин потому что потом я не знаю когда мы сможем выехать с такими осадками в общем я сегодня выходная выездная ничего не буду делать поездим и прогуляемся по магазинам едем и кстати на брянщину но только что вот у этого камаза колесо эпично она конечно перед нами снять я не сообразила это конечно сегодня какая-то жопа на дорогах просто дикая жопа один в кувете что у нас еще было дорога чистая что-то еще было после кувета нет что-то было и сейчас у этого колесо какая-то жесть что-то еще Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Люди знали, что мы приедем, а вчера и позавчера, я не знаю, слышно или не слышно, снегопад был, засыпало все снегом, никто ничего не почистил. Когда мы уже выезжали, мы застряли. Прождали мы час трактор, но слава богу, он нас вытянул. Сейчас мы в кафешке, зашли попить чай. Мы застряли в двухсот километрах от дома. В такой полуглухой деревне на... Что это? Элеватор, зернохранилище, в общем, не знаю, в таком месте. Когда мы застряли, нам вызвали трактор и служащие оттуда ушли. То есть мы там стояли одни. На деревне, в принципе, довольно далеко было. А трассы, наверное, в районе пяти километров. Ну вот, слава богу, мы, конечно, из этой попы мира выбрались. Сейчас покушаем и будем в сторону дома ехать. Все, мы уже дома. В общем, это была мега эпичная поездка. Сейчас залезаю в ванно отогреваться. Это было что-то с чем-то. То есть мы только выехали из деревни. Машина в кювете с жопой кверху. Типа соболя какая-то большая, полноприводная. У нас мироторха навозят. Людей, медсестру к нам привозят. Дальше этот КамАЗ с оторванным колесом, которое то навстречу, то на нас, то туда-сюда. Но с КамАЗом вроде все хорошо. Закончилось, насколько я поняла. Они там по рации разговаривали. И сзади машинка, что-то типа бусика. Вроде как подобрали это колесо. И потом КамАЗу привезли. Просто там по объездной ехали. КамАЗу вообще негде было остановиться. И потом мы застряли в Попе Мира 200 километров от дома. В деревне, даже нет, не в самой деревне. Там, где вообще нет трактора. Час прождали этот трактор. В общем, было эпично. А это Саша мне говорит, Ты что, постоянно сидишь в четырех стенах дома? В компьютер залипаешь, работаешь, зрение убиваешь. Поехали, съездишь, отдохнешь. Съездила, отдохнула. Вот такое сегодня было интересное видео. Не очень, наверное, оно получилось длинное. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok